15-летний Марк Юрчонок вместе с мамой пришел подавать документы в автотранспортный колледж. Еще в девятом классе парень приложил максимум усилий, чтобы поступить именно сюда. Средний балл в аттестате 8, но на желанную специальность этого может не хватить. Однако Марк отступать не намерен, даже если пройдет только на платное. Я решил поступать на организацию перевозок и управления на автомобильном и городском транспорте, так как у меня папа связан с этой специальностью. Мне интересно. Эта специальность в последнее время стала востребованной, ведь она тесно связана с логистикой. Срок обучения после 9 класса всего 2 года 10 месяцев, а дальше прямая дорога в технологический университет на сокращенный курс. Оттого и большой конкурс. Здесь же абитуриентам предлагают освоить азы автосервиса и технической эксплуатации автомобилей. На последнюю из заявленных 25 бюджетных мест после базовой школы только за два дня документы подали 23 человека. Ждет колледж и тех, кто окончил 11 классов. Многие наши выпускники занимают в городе Побруйске, скажем, руководящие посты. Не только в автотранспортных предприятиях, но и в следственном комитете. В комитете экспертиз следственных. То есть работают наши заводы ДДА, ведущие конструкторы наши выпускники. То есть мы приглашаем всех. Вчерашний девятиклассник Артем Станкевич сегодня абитуриент. Выпускник первой школы решил учиться в лесотехническом колледже. Шестью баллами в аттестате он претендует на специальность техник-механик. У юношек, к слову, есть преференции. Он из многодетной семьи. Поэтому 1 сентября он намерен встретить за парты филиала БГТУ. Потому что понравился, сама училась. Я техник-технолог по образованию, закончила сама эту технику. Поэтому решили сюда. Техник-механик – это можно в всяких запчастях поковыряться. Мне это нравится. Программное обеспечение информационных технологий, лесное хозяйство и деревообрабатывающее производство. На бюджет в лесотехнические в этом году набирают 125 человек, еще 50 на платное. Для зачисления абитуриентам нужен паспорт, аттестат, заявление, медсправка и фотографии. Приемные комиссии во всех колледжах работают 6 дней в неделю с 9 до 18. У нас достаточно корпусов для обучения по всем нашим специальностям. То есть наше учебное заведение имеет три учебных корпуса, имеет мастерские, имеет лаборатории, два общежития. Ну и, естественно, у нас есть буфет, где ребята могут вкусно покушать. Автотранспортные и лесотехнические, к слову, предоставляют общежития всем иногородним учащимся. А платное обучение колеблется в размере полутора тысяч рублей в год. Кроме того, достойные условия и десятки специальностей предлагают строительный, механико-технологический, аграрный, медицинский, торгово-экономический и колледж имени Ларина. Мария Бересневич, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.